Всем привет! Как всегда по традиции вы видите свои комментарии на экране, за них я вам бесконечно благодарен. А также огромнейшее спасибо всем, кто подписан и ставит лайки. Если бы не вы, канал бы наверное и не существовал. Все видео я делаю ради вас, даже несмотря на сильно ограниченное свободное время. До 5000 подписчиков мне не хватает совсем немного, поэтому если вам не сложно, то жмите на красную кнопку, а я постараюсь выпускать видео как можно чаще. Вы находитесь на канале Минейру, с вами я Мишаня и по многочисленным просьбам я сделал видео тачки Макса Дипа в первую часть. Но с небольшим бонусом. Да, в каждую машину я посадил манекенов. Скачать архив с тачками, в которых уже есть манекены, вы можете по ссылке в описании. А если манекены вам не нужны, то там же есть ссылки на тачки без манекенов. Приятного аппетита тем, кто ест. Приятного просмотра. Погнали! И начинает наш выпуск BMW M5. Шикарная машина, очень быстрая и качественная. Несколько модификаций и конечно же 4 манекена, которых можно добавить через меню тюнинга. Единственное, что лично мне не нравится, это слишком выделяющиеся тормозные суппорта, которые ну уж очень бросаются в глаза. Однако на вкус и цвет товарищей нет. Фотокомпотное пространство, салон, кузов. Все сделано очень даже неплохо. Далее Mercedes 63 S Brabus. Внешне машина выглядит достойно. Повреждения, управляемость. Вроде все неплохо. Много тюника. Однако без минусов тут не обошлось. А точнее не рабочая светотехника. Салон оставляет желать лучшего. Поэтому если вы знаете модель получше, то можете написать мне об этом. И во второй части я добавлю вашу машину. Ну и конечно же куда нам без манекенов. 4 манекена комфортно разместились в салоне данного авто. Многими любимый японец. Toyota Mark II. На канале есть видео с краш-тестом, где я подробнее рассказываю о нем. Качественная модель, которая выглядит очень даже неплохо. Несколько модификаций и много тюнингов. Повреждения также очень неплохие. Очень люблю данный мод. Кататься на нем одно удовольствие. Особенно с манекенами. Далее очень качественная машина. Настолько качественная, что живет фпс как киперфанк. Hyundai Solaris. Огромное количество тюнинга и модификаций. Все работает идеально. Продумано и реализована каждая деталь. Шикарные повреждения. Не знаю как в реальной жизни эта машина показывает себя. Но этот мод просто бомба. Начиная внешне, заканчивая управляемостью. Однозначно стоит скачать и попробовать. Ну а я добавил 4 манекена. Чтобы максимально получить удовольствие от этой тачки. Узнали эмблему? Да, это Ford Mustang. Дикий злой автомобиль, который сложно контролировать. Но безумно красивый. Все кузовные детали сделаны очень хорошо. Салон, днища автомобиля, подкапотное пространство, рабочая светотехника, повреждения, множество модификаций, скинов и деталей тюнинга. Все продумано и сделано. Особых недочетов я не нашел. Ну и конечно же, куда же без манекенов, которых я также добавил. Вернемся к немцам. Mercedes-Benz G65 AMG. В простонародье гелик. Красивый, солидный внедорожник, в котором даже манекены выглядят дорого-богато. Хотя на таком ездить на рыбалку я бы не стал. Очень уж жалко. Модель неплохая, качественная. Много тюнинга, быстрый, крепкий, неплохие повреждения. Все работает, светится, крутится. Что, опять японец? Да, не менее солидный, тяжелый, крепкий Toyota Land Cruiser 200. Крузак. На таком ездить одно удовольствие. Выносливый и неубиваемый настоящий танк страны восходящего солнца. Качественная модель, которую делали на Союз. Минусы имеются, но не будем о плохом, учитывая, что они не столь большие. Скачайте и покатайте. А дальше решите сами, нужен ли он вам. Ну и, конечно же, бонусом в нем есть манекены. Ну и куда же мы без российского автопрома? Волга 3110. Российский корабль. Однако манекеном там тесновато, хотя, может, мне кажется. Тоже неплохая модель авто. Все работает без замечаний, множество модификаций и тюнинга со скинами. Единственное, что мне не нравится, это качество текстур фар. Они могли быть и получше. Однако это все мелочи и не особо бросается в глаза. Следующий автомобиль это ВАЗ-2115 Самара, или, проще говоря, пятнашка. Мне очень нравится реализация данного мода. Несколько модификаций, тюнинг, скины. Хорошая управляемость и повреждения. Текстуры кузовных деталей салона двигателя. Все прекрасно выглядит и гармонирует между собой. Очень радует, что все работает. Однозначно заслуживает вашего внимания. Разбить ее с манекенами или добавить в трафик будет неплохим. Ну и напоследок пак Жигулей. От ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107. Среди которых также дотесалась Лада Приора. Все модели отличного качества. Огромнейшее количество модификаций и тюнинга. Каждый найдет Жигули на свой вкус. А я также добавил в каждую машину манекенов. Покататься на какой-нибудь российской карте будет просто одно удовольствие. Непередаваемые ощущения от атмосферы. На этом и закончим видео. Если вам понравился ролик, то напишите в комментариях, делать ли мне вторую часть. Не забывайте писать комментарии и задавать вопросы. Я стараюсь отвечать на них в свободное время. А вам отличного настроения, приятной игры и всего самого наилучшего. С наступающим Новым Годом! Пока!